Привет! Сегодня на обслуживании смартфон Xiaomi Mi A2 Lite. У него все та же старая проблема. Разбит и даже отслоился экран. И сегодня мы его будем заменять. Я уже заказал и ссылка на этот модуль есть в описании под видео. И сегодня мы его установим. С помощью всех инструментов, ссылки на которые есть в описании, будем его разбирать. Итак, начнем. Выключаем смартфон, извлекаем лоток сим-картами и используем пластиковый медиатор. Если такого нет, можно использовать карту, банковскую карту. И начинаем отделять заднюю крышку. Она выполнена вся из пластика и по периметру отщелкиваем все защелки. А вот теперь будьте осторожны, так как на данном этапе мы должны аккуратно отсоединить шлейф сканера отпечатков. Не стремитесь сразу потянуть крышку, чтобы ее отсоединить. Весь смартфон по-прежнему находится под питанием и наша задача прежде всего отсоединить шлейф аккумулятора. Для этого необходимо открутить все шурупы на материнской плате. После этого снять все защитные кожухи и приступить к отсоединению всех шлейфов. Теперь откручиваем нижнюю плату, где находится плата питания, вибромотор и динамик. Отключаем шлейф от основной материнской платы и извлекаем плату питания. Теперь нам необходимо отклеить аккумулятор, так как под ним находится шлейф экрана. Иногда это дело очень непростое, поэтому нужно использовать какие-то вспомогательные инструменты. А еще лучше слегка прогреть, но не навредить аккумулятору. Аккумулятор мы демонтировали. Вот он этот шлейф. Отклеиваем его и теперь можем приступить к разогреву экрана, для того, чтобы аккуратно отсоединить его от корпуса смартфона. Старый клей становится немного мягче. Теперь легко подсунуть какой-то пластиковый предмет и он начинает отслаиваться. Не забудьте перед установкой нового модуля экрана его проверить, не нарушив какие-то заводские пломбы. Я это уже за кадром сделал, поэтому теперь необходимо очистить поверхность от старого стекла или клея и только потом обезжирив нанести новый клей. Я использую клей B7000, ссылка на него есть в описании. После того, как я нанес клей, я просовываю шлейф в отверстие корпуса и приклеиваю экран. Далее, для хорошей плотности и герметизации я использую крабики-зажимы, ссылка на них есть в описании. Спустя час я приступаю к сборке, но клей еще не высох, лучше использовать спустя пару часов, а то и сутки. Для лучшей теплоотдачи здесь используется термопаста, она уже подустала, поэтому я ее решил заменить. Убрав старую термопасту, место зачищаю спиртом и наношу новую пасту. Ну а далее собираю весь смартфон в обратном порядке. Озвучивать не буду, уверен, вы и так все визуально поймете. После полной сборки решил убрать и остатки мусора в отверстиях динамика. Я использую обычную зубную щетку. Теперь запускаем смартфон, он работает, как экран, так и сенсор. Отлично! Спасибо вам за просмотр, если цените труд, ставьте лайк. До встречи в новых видеопроектах и если случайно попали на канал, не забудьте подписаться. До встречи!